К воротам троллейбусного парка одна за другой подъезжают автомобили МЧС, полиции, вне ведомственной охраны, скорой помощи. По прибытии следует доклад. 102-я прибыла, поступила в распоряжение начальнику ЧЧС Кромаров. Осмотр троллейбусов, вернувшихся из рейса, обычная и даже рутинная процедура, но в этот раз под одним из сидений водителя ждал неприятный сюрприз. По легенде тренировки на въезде в троллейбусный парк в ходе обязательного осмотра транспорта сотрудникам охраны был обнаружен подозрительный предмет. Было проведено оповещение диспетчера, экстренной службы, проведено ограждение данного предмета и осуществлена эвакуация сотрудников персонала предприятия. То, что легко рассказать, не так просто воплотить в жизнь. Пока у въезда на предприятие собирались экстренные службы, с другой стороны здания люди эвакуировались на безопасное расстояние. Такие тренировки нужны, чтобы понять, сколько времени затрачивает предприятие в той или иной критической ситуации. Однозначно люди поднялись, ровно, четко последовали, соответственно, громкому приказу, который у нас по динамикам был передан для людей, и эвакуировались. Наконец появляется главный герой, который должен дать ответ на основной вопрос, стоит ли опасаться подозрительной находки. После нескольких попыток исследовать сверток, кинолог по поведению собаки определяет, что опасности предмет не представляет. Дай-ка, дай-ка, супер, супер, все. Подобные антитеррористические учения планово проводятся во всех учреждениях Ленинского городского округа. Как правило, и гражданские участники мероприятий, и представители оперативных служб совершают необходимые действия в соответствии с предписанным регламентом. Всем большое спасибо, в первую очередь, за участие. Ольга Геннадьевна, отдельное спасибо вам за четкую организацию работы не только предприятия, но и проведение таких антитеррористических тренировок. Видно, что персонал действует слаженно, осуществляется контроль за действиями сотрудников охраны. Следующее учение планируется провести на территории Дворца спорта «Видное». Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. «Видное ТВ». Продолжение следует...